Змеи, ну довольно мифологическое существо, обычно у нас символ зла, либо мудрости змея в нашей культуре. Но змеи на самом деле с трудом отличаются от ящериц, потому что многие ящерицы тоже безногие есть, и вообще это общий отряд чешуйчатые. Там около 30 признаков, по которым отличаются, но по отдельности эти признаки у какой-то ящерицы могут наблюдаться. То есть только по совокупности, если все 30 признаков есть, то считаю, что змея. Ну, наиболее типичные признаки это у них строение скелета. Череп обеспечивает растяжимость рта змеи, поскольку они заглатывают добычу целиком. Это такая базовая особенность, которая влияет и на поведение, и на все устройство у них. Мозг змей полностью заключен в костную капсулу. Зубы змеи хорошо развиты. Они ими кусают, захватывают добычу и проталкивают пищевод, но не жуют и не разрывают. Поэтому все зубы тонкие, острые, назад загнутые, расположены на верхней и нижней челюсти. Кроме того, у них могут быть ядовитые зубы, то есть не всякий зуб у них ядовитый. Отдельные трубчатые зубы имеют внутри трубочку, по которым яд стекает. Вот это ядовитые зубы. Они могут быть неподвижные у них в передней части рта, у морских змей, например. А у гадюк подвижные тропчатые зубы ядовитые, укрепленные на специальной кости, которая вращается. При закрытом рте у гадюки ядопроводящие клыки ложатся назад. То есть она закрывает рот, они у неё назад ложатся, а когда открывает, они перпендикулярно у неё становятся. Передних конечностей нет, и пояса передних конечностей нет. Практически весь позвоночник, это у нас ребра, да? Но у некоторых змей могут быть остатки таза, могут быть остатки задних конечностей, у удалов даже могут быть какие-то рудименты этих задних конечностей, какие-то маленькие ножки могут сзади торчать. Позвоночник нечётко отделяется на отделы, в принципе он однородный, но очень большое количество позвонков. У самых коротких змей 141 позвонок, у длинных змей 435 позвонков и подвижные ребра. Нет грудины, ребра она может в стороны разводить, и они сами расходятся. Вот когда она заглатывает, у неё по пищеварительному тракту добыча проходит, у неё расходятся эти ребра. Кроме того, она сама может их разводить, допустим при обороне, а не все эти рептилии пытаются казаться больше, и змея при обороне разводит ребра. Внутренние органы все асимметричные, большинство у нас живых существ симметричные, ну начиная где-то с медузы, да? Вот змея асимметричная, например у неё правая лёгкая, а левого нету. У некоторых змей, допустим у гадюк, задняя часть трахеи используется для дыхания, а лёгкая это резервуар для воздуха, она лёгким шипит. То есть вот когда вот ей надо, она при вдохе раздувается и при выдохе шипит, это она за счёт того, что у неё от лёгких осталось. Мускулистый пищевод, который проталкивает пищу в желудок. Желудок тоже у них как длинный мешок, и потом дальше идёт кишечник. Так, вытянутые в длину почки, нет мочевого пузыря, копулятивный орган, парные мешки с небольшими шипами позади анального отверстия. Нервная система, небольшой головной мозг и очень мощный спинной мозг. В результате вообще-то змеи туповатые, у них маленький головной мозг, обработка информации минимальная, зато у них хорошая координация. Вот за счёт спинного мозга у них хорошая координация движений. Орган чувств основной – язык. Значит, у них внутри есть орган Якобсона, который является химическим анализатором. Имеет два выходных отверстия на верхнем нёбе. Вот она высовывает язык, на этот язык из воздуха или из какого-то предмета небольшие химические вещества попадают, потом она язык обратно засовывает и пихает в специальный анализатор, который у неё внутри находится. Там она у себя внутри анализирует, что у неё на язык попало, и вот таким образом она определяет, допустим, след добычей, определяет, где другая змея для размножения, определяет источник воды и так далее. То есть вот на язык она весь мир пробует в основном. Она не может этим языком жалить, но многие дураки считают, что вот именно раз у неё жало есть, то она ядовитая. И она жалит, естественно, зубами. А язык есть у любой абсолютно змеи. Также у них развитые глаза, как обычно у рептилий, хотя зрение обычно плохое у змеи, потому что глаз прикрыт кожистой плёнкой, то есть она как бы сквозь такие очки видит всё время всё. Разный зрачок. У дневных змей круглый зрачок, как у нас. У сумеречных или у ночных, как щель зрачок. У плетевидных змей, как горизонтальная замочная скважина, чтобы бинокулярное зрение было, то есть охватывает сразу двумя глазами поле обзора хорошее. Развитое обоняние. И одно из руководящих чувств у них обоняния. Плохой слух, как всегда у рептилий, практически ни черта не слышит. Нет наружного звукового отверстия, среднее ухо упрощённое. По сути, они глухие, то есть у них какой-то небольшой есть орган слуха, но только очень громкие звуки и очень схематично воспринимают. У змеи могут быть органы термического чувства, то есть они улавливают на расстоянии тепло, которое исходит от тела добычи. У них специально есть органы, как бы термолокатор у них есть. Может быть по бокам морды, между ноздрями и глазом. Тело покрыто чешуёй, как правило, округло-ромбовидной. У некоторых видов может быть шестиугольная чешуя, роговая чешуя и так далее. При проглатывании крупной добычи роговая чешуя расходится, кожаные складки расправляются, тело увеличивается. Брюхо у змеи покрыто поперечно вытянутыми щитками. У некоторых тело снизу тоже чешуёй покрыто. Ну и в целом у неё покровы растяжимые тоже. Всё приспособлено тому, чтобы заглотить добычу, чтобы всё, кожа, всё тело, всё растягивалось. Змея линяет, верхний слой кожи у неё отслаивается. Начинается с переднего конца морды, а потом до конца, вот как чулок, снимает кожу с себя. С головы до хвоста она отбрасывает. Линяющая змея, причём она движется, трётся головой, пролезает во всякие щели и стаскивает с себя эту кожу старую. То есть ей нужно активно куда-нибудь почесаться об какую-нибудь дырку, чтобы там всю кожу сбросить. Перед линькой глаза у неё мутные, но после линьки она как раз яркая, свежая. Здоровая змея линяет 2-4 раза в год. Больная змея ещё чаще сбрасывает кожу. У гремучих змей чешуя остаётся при линьке на хвосте в виде колпачков и образует трещотку, с помощью которой они отпугивают врагов. Окраска разнообразная, обычно под цвет природной среды, в которой живут, чтобы незаметно было, но некоторые яркие, ну и яркие в основном отпугивающие. То есть ядовитая змея, как правило, яркая, чтобы никто не нападал и знал, что ядовитая. Некоторые имеют участки тела с ярким рисунком, который они демонстрируют в момент опасности. Вот кобра. Кобра шею расправляет, чтобы показать её очки. Пугает таким образом. Обычно молодая змея более яркая, а взрослая более такая, однотонная. Происхождение змеи до сих пор непонятно. Понятно, что они от ящериц происходят, потому что ящерицы же первые у нас рептилии. От каких, не совсем ясно. Предполагают, что от гекконов. Дело в том, что много ещё безногих ящериц ранее мной описано. Даже бараны, вон, безногие есть. Непонятные условия, при которых они утратили конечности. Ну, вот безногие ящерицы, как правило, ведут роющий образ жизни. Там едят муравьёв, этих каких-нибудь дождевых червей. Может быть, от них происходит, а может быть, нет. Может быть, наоборот, они вот среди камней как-нибудь так обитали. В общем, на самом деле непонятно, от какого конкретно вида ящериц происходят змеи. Змеи где-то в поздний юрский период произошли, то есть в мезозое. Сейчас их 2500 видов. Делятся они на чревеобразных. Это самые простые, слепые. Потом имеются более развитые, низшие змеи. Ну, где-то дня два я сейчас буду. То есть, вот сегодня змеи, и потом ещё где-то так вот два дня в среду, ещё и в пятницу будут одни змеи, потому что их много. Значит, низшие змеи и, наконец, вот известные нам гадюки, ужи, там, морские змеи. Это всё высшие змеи считаются. Распространены по всем материкам. Но, как все рептилии, всё-таки больше всего их в тропиках, в субтропиках, потому что им холодно в умеренной зоне. Ну, в умеренной зоне это уже сколько угодно. Змеи, как мы все хорошо знаем. Ужи, гадюки в Евразии в умеренной зоне живут. За полярным кругом может быть гадюка на Кольском и Скандинавском полуострове. В Астралии, как обычно, змеи есть, но свои там специфические, австралийские. Обитают в разных средах. Есть морские змеи, которые полностью в воде. Многие роющий образ жизни ведут подземный. Уходят в толщу почвы и там утрачивают глаза. Среди наземных змей много в пустынях. Горные есть, лесные змеи, степные, речные змеи, всевозможные. Есть древесные, полностью на дереве живет. Есть одна летающая змея, с одного дерева на другой летает. Двигаются, все знают, да, специфически так, бесшумно скользящая, изливающаяся лента. Красиво на самом деле двигается змея. Ног нет. У них разные типы движения. Змеевидный тип – это когда волнообразно избегает, она изгибается волнообразно. Волны пробегают от тела до хвоста. Ну и вот со счет выгибающегося участка тела она на него опирается и толкает от него. Такие вот змеи, которые волнообразно изгибаются, у них обычно длинное, гибкое тело. Типично это ужи, полозы и так далее. Однако змеевидный тип движения – это опора на субстрат. То есть чем он более шероховатый, тем быстрее движется. На гладком стекле змея не движется. Она извивается и остается на месте, потому что не цепляется ни за что. Кроме того, она не может высокую скорость таким образом развить. Самая быстрая – она 8 км в час. Это скорость, в которой человек бежит в неспешном темпе. То есть, как правило, змея не может догнать человека, а человек змею может догнать. Как правило, змея не больше 5 км в час двигается. Вот те, которые ужалили, это прям человек на них наступил или в руки взял, и вообще до змеи доебался. Обычно она человека не жалит, она его даже не может догнать, она медленно перемещается. Плохо она также движется, на самом деле, по песку пустыни. Поэтому у них, у песчаных змей, там у них боковой ход. То есть, они ползут не издеваясь, а они как бы в бок ползут. Подтягивают вперед заднюю часть туловища, а потом, опираясь на нее, подтягивают переднюю часть. Перебрасывают вперед. У них получается след, состоящий из параллельных полос. Но при этом, на самом деле, более хорошо она цепляется, более такая твердая у нее опора. На самом деле, это лучше то, что она даже в песке может. Некоторые виды змей гонятся за добычей, а некоторые лежат в засаде, вот как вараны. Ну, которые в засаде, они обычно толстые, малоподвижные, и они вообще, короче, тоже не изгибают тело, нечем изгибать. Они двигаются как гусеницы, или они прямолинейно двигаются. То есть, как бы вот так плывут. То есть, они не изгибаются, а вот как бы плывут по поверхности. У них по брюшной стороне проходит серия сокращений, за счет которых они медленно передвигаются, как гусеницы. При последнем способе еще расширенные брюшные щитки большую роль играют. Маневрируя ими, она сцепляется вот за поверхность. Морские змеи, которые в воде живут, вообще утратили брюшные щитки, и брюхо у них такой же чешуей покрыто, как и спина. Морская змея не может двигаться по суше. У нее вообще все приспособления к движению в воде. Она издевается, но не может перемещаться. Ну, вот как по стеклу гадюк. Возможно, есть еще плавающие, древесные и прочие, но они потом, когда будут рассматриваться, я расскажу, как они двигаются. Пища змей. В принципе, они хищные, но они на мелких охотятся. Они не охотятся на человека. Черви, моллюски, насекомые, рыбы, птицы, грызуны. Все змеи точно животноядные, они точно хищники все. И охотятся в основном они за живой добычей. Некоторые могут есть падаль. Тропы могут, в принципе, есть. Все змеи заглатывают пищу, не разрывая, не пережевывая. Она ее глотает, и поэтому и змея. В зависимости от размеров, она может большое заглотить. Допустим, молодые у них обычно питаются мелкими всякими животными, а крупные уже крупными. Только самые мелкие змейки всю жизнь питаются насекомыми или червями. Из-за растяжимости рта она может заглотить добычу в 2-3 раза толще их самих. Но, в общем, не зафиксировано в случае, допустим, чтобы они лошадь проглотили или корову. Нереально. Зато свинью они спокойно, допустим, глотают. Курицу может заглотить она, свинью, косулю. Вот такого, например, размера. Собаку она может заглотить, носила крупная змея. Для того, чтобы она... Вот если они ее заглатывают, и она живая, она у них там внутри все порвет. Поэтому им нужно, если крупная добыча, им нужно сначала ее убить. То есть они ее глотают только уже мертвую, ну или обездвиженную. Обычный способ все-таки не яд, а удушение, вот то, что удава используют. При этом они душат их так, чтобы ребра не сломать, чтобы вот эти кости, когда он глотать будет, чтобы они не впивались в самого удала. Поэтому он ее вообще пытается, чтобы она живая была. Он ее просто парализует, чтобы она не могла двигаться внутри удала. Некоторые змеи убивают жертву ударом головы. Ну и ядовитые змеи, хорошо известные, выработали яд, с помощью которого они обездвиживают. То есть смысл яда, почему он обычно нервно-паралитический, чтобы парализовать, но не убить. Но довольно много у них всяких типов яда. Видимо, позже про это. Ну и кроме того, они в яде используют ферменты, чтобы частично она переваривалась. То есть они яд впрыснули, частично уже разлагаются белки, чтобы удобнее было переваривать. Размножение змеи, либо откладыванием яиц, либо живорождением. Ну и живорождение это у них в тяжелых условиях. То есть, допустим, морские змеи живородящие, горные там какие-нибудь, северные змеи, они скорее живородящие. Яйца покрыты мелкой кожистой оболочкой. Змея их закапывает в листву, в навоз, во что-нибудь теплое и влажное. Как правило, они не заботятся, но некоторые копают гнезда под свои яйца, и питоны могут насиживаться на кладке. Питоны сидят на кладках. Но в целом редко. Как правило, как и все рептилии, они яйца выбрасывают и больше про них не думают. Некоторые живородящие змеи, допустим, обыкновенная гадюка, и даже имеют примитивную плаценту, напоминающую беременность некопитающих. Есть кое-какие партеногенезы. Змеиный яд вырабатывается височными слюнными железами, желтоватая прозрачная жидкость. Высушенный змеиный яд десятки лет сохраняет свою ядовитость. Это смесь белков, ферменты и ферментные яды. Как правило, в змеиный яд входят протеолитические ферменты, которые разрушают белки, свертывают кровь. Но в целом, в общем, два типа яда. Первый яд – это нейротоксин. Смысл этого яда – парализовать нервную систему, это кобра, гадюка и так далее. Второй яд тоже может быть у гадюки, у ямкоголовых змей. Второй яд – в основном там ферменты, которые разрушают ткани и свертывают кровь. Небольшой процент нейротоксина есть тоже в яде гадюки, но основное действие все-таки там разрушение крови, так скажем. При высушивании яд гадюковых теряет свою нейротоксичность, а вот яд кобра он сохраняет паралитические свойства. Ну и поэтому картина отравления на самом деле разная. При укусе аспидовых и морских змей в месте укуса нет поражений, зато быстро развивается явление общего паралича и паралича дыхательного центра, то есть паралитическое действие. При укусе гадюковых ямкоголовых змей сильное поражение в месте укуса, потому что он там ферменты впрыскивает, которые разрушают ткани. Отек, кровоизлияние, и в тяжелых случаях с места укуса распространяется все это, ферменты идут на все туловище и все. Происходит массовое внутреннее кровоизлияние в органах тела, в печени, в почках, потому что она кровь разрушает этим ядом. Внутренняя кровопотеря, падение давления, резкая слабость, головокружение, потеря сознания. То есть либо она действует паралитически, либо она кровь разрушает, причем разные змеи, у них разный тип действия яда. Опасность существует, тем не менее надо сказать, что умирает небольшой процент, по американской статистике 1% укушенных змеями умирает. Могут умереть, и могут серьезные заболевания. Примерно ежегодно полмиллиона человек на земном шаре кусают змеи, но в основном все-таки погибают в Индии, в Юго-Восточной Азии, вот в таких местах, где там тропики, много змей, плохо с медицинской помощью. Зависит ядовитость, конечно, от змеи, но у некоторых змей процент смертности 70%. Однако, если применять сыворотки, то процент где-то снижается до 1-3%. Сыворотки противозмеиные, это серьезное и хорошее лекарство. Единичные все-таки смертные случаи скорее в Средней Азии у нас почти не бывает. Все-таки надо на нее напасть, чтобы она-то вообще укусила, потому что на человека она не охотится, гадюка-то никак. Он в нее не влезет. Она охотится на тех, которые в нее влезут. Поэтому обычно даже эти укусы, если человек сам пытается ее поймать или убить, даже вот если пассивный человек идет, она убегает, она не нападает на него на самом деле. Ну, могут люди так вот докопаться, что там наступил на змею или что-нибудь еще там, или докопался до змеи, сам дурак. Вот она ее укусила. Часто умирают от неправильной первой помощи. И тут у меня есть на канале плейлист первой помощи, где можно и про змей послушать. Значит, неправильные средства первой помощи это всякие прижигания, перетяжки и надрезы, потому что яд все равно уже всосался и ничего там не пережгешь. Употребление алкоголя особенно не рекомендуется и все это ухудшает состояние и может привести к гибели. Подобные способы лечения заносят в эту рану и так змея укусила, еще заносят там всякую грязь. Рекомендуется неподвижность укушенной конечности, лежащее положение пострадавшего, обильное теплое питье и доставка до какого-нибудь пункта, в котором есть противозмеиная сыворотка. Противозмеиные сыворотки 1899 год разработаны. Берут яд у змей для получения сыворотки и потом вводят яд в лошадь. И лошадь возрастающими дозами вводят яд в лошадь, лошадь вырабатывает иммунитет. Вот этот иммунитет, сыворотку берут от лошади, впрыскивают человеку, действуют очень хорошо. В крайнем случае возможно переливание крови, чтобы яд то убрать и новую кровь залить в человека. Потому что у гадюковых именно яд действует на кровь. Вот эту старую дурную кровь приходится переливать, туда новую вливать в человека. Вот так у нас сейчас лечат. Тем не менее, яд змей также является источником лекарственных средств, поэтому давно их разводят. В частности, получают из яда змеиного крови останавливающие препараты. Кобротоксин в соответствующих дозах вызывает обезболивающее, успокаивающее действие. На самом деле полезен. Яд змей находит применение в диагностике заболеваний других исследованиях. Поэтому уже в 20 веке по всему миру были серпентарии, где пытались змеи разводить. Впрочем, в серпентариях они погибали. И вот очень долго, кстати, пытались как-то так сделать, чтобы были змеи-питомники, чтобы они в неволе размножали змеи. В СССР в основном все серпентарии были в Средней Азии, но были и в Подмосковье. В России тоже серпентарии сейчас есть. Как правило, серпентария гюрза, кобра, гадюка, эфа это все ядовитые. И ядовитые сейчас, как правило, краснокнижные. Их человек еще и истреблял за то, что ядовитые. И вылов их в серпентарии и получение из них яда тоже снижало их численность. Поэтому, как правило, они краснокнижные и всячески пытаются получиться способы их размножения в неволе и кое-какие успехи есть. То есть пытаются все-таки, чтобы их прямо в змеепитомнике и разводили, потому что брать из природы это снижать их численность. Ну и да, по большей части сейчас вообще змеи редкие и краснокнижные. То есть так вот напороться, чтобы она еще и кусила, гадюка, это надо глубоко куда-то в тайгу идти. Все знают, что вблизи жилищ человека у нас в умеренной зоне они, по крайней мере, точно не встречаются, хотя в Индии, говорят, могут быть. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...